всем доброго времени суток сегодня у нас 9 мая 2018 года всех с праздником с днем победы вышел я вот с хаты сегодня с дома слышу гул на пасеке подошел сюда и у нас уже вышел первый рой в этом сезоне ну будем думать что перши так как немного занят этой дни был не было дома меня то ноги проморгать что вышел он с этого вот зеленого улья здесь семейка крепко было с весны еще хорошо летали я то не не видел с какого вышел но это будет всего того что много молодых пчел возле него ходила и доска упала видать так выбегали поправил доску тут все или не было чтобы им переходить хорошо шел и наши решили сесть под навесом что-то они уже долго сильно кружится наверно минут десять или матка не вышла или где-то будем на земле ходить то что пчелы много тут на земле ходит у нас вот сейчас возьмем одну пчелку 2 вот с этой кучки для чего надо взять разбегаются надо взять пчелу и проверить точно листого улья мало ли на думаю назад может засыпать от слетела как-то словить чтобы нас руки не убегала надо по молодейшую найти пойдем пустим улей если пойдет в улей и не будет биться никто с ней то значит это улья биться не будет картофель в улья учебом вере не можетενна литая не проверили надо словить шелу проверить где-то наверно матка по земле ходит то что много много сильно на земле ну если она пойдет по досках наверх зайдет к пчелам вот их много на траве сидит здесь доски лежат местами то будем по досках ходить не надо мне пчела они разбегаются зажму жменью можно не укусить посадим сейчас улик проверим отсюда не отсюда рой был так как-то нам тебе о вот она побежала решает наверное отсюда бы не кидались так встретили еще пройду гляну что-то у нас загул на дереве опа рой разделился половина там пчел половина на липу он пошло они на той стороне часто на липе садились так можно вот и выпустить наверно матка пошла сюда на липу а там сот у нас стоит ващина то пшел и по ващине просто ходят запах там значит пойдем на липу сейчас забирать наших пчел здесь у нас не видно ничего надо же знаться кого улья точно уже чтоб здесь у нас желтыми полосами пчелы в этом улья вентилирует сидят ну куда расширял тут мисочки то начали строить ну расширю нормально и в этом улья в этом улья что-то лет не очень наверно тоже буду троиться на уже сторожить потом пройду после по деревьях погляжу а сейчас возьмем тогда районю тут у меня где-то рос котовник в этой траве котовник для того чтобы раевню натерять вот похожий такие растения на крапиву имея запах схожие с маткой вроде мелисы натром этим листом мы раевню они пойдут раевню здесь у нас тишина не видно чтоб были на земле да скорее всего что это из того зеленого улья конечно хотелось бы зловить их больше да проверить точно уже скорее всего что этот рой мы будем садить в это в отдельный улей матка тут хорошая вот сколько их тут бегает на башенку пошли просто вот это сейчас трусанем вулей туда эту и кучку проверим если их бить не буду с массово значит рой с этого улья скорее всего что с его и будет то что когда вышел летали что тут немного возле его в траве было десятка где-то пчел бегала полтора она по побежали отсюда рой короче видите как идут хорошо значит рой отсюда пойдем ловить знаю было просто у меня такое уже что я не увидел с какого улья вышло но было предположение я туда рой сыпанул вечером ну и он с основной семьей перебился вернее семья с ним жалко конечно много пчел тоже убили уже потом остальных я вижу что торнитодок закрыл быстро да вернее побежал так вот жменями побросал по ульях и когда уже в одном начали принимать я уже туда остальных засыпал а так много перебилась пчел жалко конечно ну говорится на ошибках учиться будем будем знать уже как проверять можно на доске не придавим так но не придавим на возьмем наши селфи палку фотоаппарат пришел к ним сюда он так удобней держать на палке думаю такую раевню эту небольшую наверно возьму вешаю я на дерево раевню на крючок железный вот крючка что-то не находится тут надо в гаражить его здесь сейчас пойдем повесим раевню одной рукой неудобно качается туда-сюда наша раевня зиму не открывалась берем лист натираем сюда вот сверху это котовник разно помню на черли котовником основной это сюда вот вверху где пчелы прививаются основном и немного низ чтобы знали куда заходят полоску проведу брошу рис провели так как у меня ездить это крышка туда-сюда мы сейчас его подклиним веткой возьму или не ветка вот здесь хватая материала лучше веткой лучше отломать и вот и 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 Кручок наш, на который я буду ее вешать. Алюминиево толстая проволока. Ну, в том году много пчел было, докупало. Разогнулось. Ну, а второй небольшой пойдет, наверное. Не люблю, конечно, когда они разделяются. Не знают, куда им бежать. Много по земле ходят. Ступать негде. Надо смотреть. Вот, я подвесил немного. Соберу эту пчелу. Если получится, конечно, не получится, пойдем туда сразу. На ту сторону. Там жирой привитый почти. Поназалазили вокруг. Видать, сразу были тут, но что-то матка не пошла. Вон еще пчелка забилась. Выпустил даже. Так, разбегались пчелы, что-то я телята толпой. Ну, матки тут навряд ли будет их матка. Ладно. Разберутся, слетят сами. Пойдем на ту сторону. Так, я вот не сделал калитку здесь в заборе. А через ход с двора далеко бегать. Так что, дырку делаем опять такую вот. Расширил то, что не пролезли. Ему не легло так. Сделали дыру. Пойдем наш рой собирать. Вон, они кружатся тут. Где-то сели в траве. На изгорать. Смотрим, что сделать можно. Ох, проявились, конечно. По дикому, как я говорю. На самой земле. Ну, ничего. Сейчас я подставлю ройел, не трусану. И здесь стенку на липе и повесим. Пускай собирается. Раек такой, нормальный вроде. Хотел назад сыпать, но решил все-таки посадить его. Потому что там сильная семья. Все равно потом будет раиться. Посмотрим, если не надумаю на это. Садить на рамки, то назад засыпет. Садить на рамки. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, основная масса в районе. Если матка даже на землю пойдет, пойдет все равно в районе. Так что сейчас все по загороди постукаем, чтобы обсыпались остальные. Продолжение следует... Положил лопуха, по лопуху пойдут. Из земли. Схожу, дымокур я запалю, наверное. Много пчелок по траве сидит. Топтаться неохота. Жалко, чтобы не потоптать. Заберем основную массу. Там пойду гляну. Под этим, что робят. Вот пчелы. Молодая, красивая пчела. Пчелы не кусаются. Крапива... Крапива хуже пчел. После крапивы с чая чешется. Ой, сколько их там сидит. Залезли в хмель этот старый переплетенный. Надо дым запаливать, чтобы выгнать. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...